смотрите спрашивают меня как вы прокомментируете то что сша сняли санкции с российских банков во первых не сняли а частично сняли не с банков российских а частично там за энергетику там по моему расчеты до 4 до ноября месяца то есть новость конечно я сильно не углублялся для меня это как бы не является сюрпризом почему потому что вы помните в этом байден ось мой гостин глава пентагона просил чтобы мы как украинцы как высову не раскринячивали эти самые их не нафте на нефтеперерабатывающие заводы это говорит представитель страны которая некоторые которые представители которые заявляют что вторую мировую у немцев выиграли благодаря тому что разбомбили там нефтяные заводы в плаешьте там в румынии до немецкие сейчас нам оказывается то есть смотрите если вы вы поймите как я смотрю на эту ситуацию америка при желании могла в двадцать втором году нам завалить нас этим оружием и молитую ну то есть мы без американского оружия там вышвырнули россиян там с харьковской области правда там с херсона это же нам еще ничего не поставлялось таких вменяемых количествах то что начало только это двадцать третьем приходить то есть если бы нам дали еще оружие можно было бы выдворить эту армию там было очень быстро в двадцать втором году америка этого явно делать не хочет из чего я сделал вывод он может быть ошибочным в эту теорию все вписывается понимаете что такое вы описываете мир вокруг себя вы смотрите на события вы пытаетесь какую-то теорию построить почему так происходит это должно ваша теория настолько верна насколько она хорошо прогнозирует дальнейшие события и у меня теория такая из этого вышла что раз не дается так нам оружие значит американцы не хотят эту как это говорится это кого-то для пушку варить медленно да то есть не в кипятоку и бросать чтобы она сразу выпрыгнула российская федерация постепенно чтобы она не чувствовала что ты знаете эту легенду да я не знаю надеюсь никто это не проверял фактически но если лягушку постепенно там по кипятит она не почувствует повыше постепенно повышение температуры сварится заживо в кипяток и бросит она выпрыгнет и будет дальше себе жить припевающе вот по моему мне так кажется что американцы как раз такую стратегию избрали они стараются потихоньку не сразу в кипяток бросать чтобы россия выскочила заряд представьте там под киевом выбили мы россиян из-под киева из-под харькова и они ушли вообще начинают дальше собирать оружие сейчас за эти два года уже сколько они потратили на нас ракет американцам там опилу на самом деле это же хорошо что они для них что они по нам падает они по европе допустим по западной там по германии или там дай бог еще по тем же самым соединенным штатам то есть сейчас почему до ноября выборов ждут понимаете в эту теорию это все вписывается вписывается и то что они просят не бомбить эти нафтепереработающие заводы в эту теорию вписывается и то что они сейчас облегчают какие-то энергетические санкции да то есть видно байден не хочет чтобы там повышалась цена на бензин или еще какая-то хрень он борется за своего избирателя ему по большому счету насрать на украину но где вы представляете вы за самолит сильно беспокоитесь я думаю что для байдена это украина то же самое сомали только у него сам еще какие-то терки там зеленским были да и у трампа и у байдена то есть у него никакого пиетета украине нет или какого-то что я хочу по этому поводу сказать и за и за бодряча потому что я да в принципе ободряющие хочу не смотрите на санкции ни одна ни одни санкции никогда не разваливали страну полностью до подводили к этому да смотрите у нас куба и 60 года под такими санкциями которые россии не снились уж поверьте то есть там полная эмбарго всего живут не процветают но живут как-то шевелятся в своем там этом кубинском навозе или что там у них я не знаю на кубе ездят на своих автомобилях 60 года выпуска на здоровье давайте то же самое там юар то же самое там ну под северная корея по санкции иран под санкциями десятилетиями санкции не для того чтобы уничтожить страну санкции для того чтобы такая гири на ногах понимаете это как у вас воздух выкачивают из комнаты это ну вот если вы занимались там дзюдо допустим вы понимаете что есть болевой прием а есть удушающий вот россия против у нас применяют болевой прием уничтожает наши города стирая с лица земли в буквальном смысле уничтожает десятками тысяч людей мы как украина и запад как ну цивилизованное сообщество включая там я не знаю австралия включая япония это с моей точки зрения удушающий пример постепенно постепенно то есть знаете как говорят удар он же не душит жертву он ждет пока жертва выдохнет и в этот момент кольца просто плотнее сжимает уже не может легкие рожать жертва потом она еще раз выдыхает он еще раз больше то есть там не удушение там не дают возможности дышать то есть не 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 асфикция получается а просто асфикция но не тем способом который тут по моему с америка америка сейчас тоже самое делает в отношении то есть вы не смотрите на то что это просто дополнительно одна из мер дополнительная санкции хорошо конечно что там и китая против китая вводят санкции но то что там частично кто-то себя ослабляет какие-то преференции америка ищет ну хорошо глобально у нас гораздо важнее то что китай сейчас на горло песни становится чтобы он не торговал с россией там этим двойного назначения этими самых понимаете санкции советский союз был куда мощнее российской федерации и в советском союзе авиационная промышленность советского союза гражданская занимала 40 процентов 50 процентов рынка авиаперевозок в мире народ вы представляете себе какой-то гигант был полез даже проверять там пацан такой статистики нет я нашел там 76 80 год за это время да там типа россия делала 500 900 600 советский союз 600 самолетов а остальной мир там 1500 ну то есть это огромное было еще такое было там когда нефть подешевела нефть подешевела там это было нефть занимала не такую большую долю в советском союзе в продаже как в современной российской федерации там что-то 4 процента от ввп что-либо потому что огромная страна вот я про авиацию говорю какие там доходы были представляете то есть но вот эти вот четыре процента валюту доставляли в страну и за счет этого покупались какие-то очень там ингредиенты там или какие-то критично важные критично важные компоненты вот таких критически важных компонентов важно понимать если у вас танки нету одного болтика хорошо не болтика тепловизора то от него уже толку все равно что как вот сейчас ездят вот эти гаражи со стволами у них они там тоже сейчас выкатывается вот на это санкции работают они затрудняют жизнь россии а так в принципе мы ждем мы смотрим мы бодримся потому что нам приходят я в 16 вот уже мастер не 1 мая до уже в 16